Доказали, сколько должно быть таких комплектов, потом, наверное, посмотрели опыт Эстонии в свое время, и я не думаю, что должен быть какой-то ажиотаж, но сколько человеку, любому из нас, нужно этих комплектов? Ну один, ну от силы может быть два. Я слышала, что в Эстонии была такая практика, когда приобретали эти комплекты и дарили под елочку, клали, как новогодние подарки. Ну может быть такой вариант, ну а больше, зачем человеку еще больше этих комплектов, когда это обычная валюта, которая с 1 января будет в обращении. Вам, по-человечески, не жалко, что латы уже все? Хорошая валюта и надо ставить на память что-то, конечно жалко, это же своя родная национальная валюта. Ну вот отказываемся в угоду больших гигантов финансов и промышленности. Ну мир, идет глобализация мира, мы все вместе работаем в Европе, и, наверное, в этом тоже ничего страшного нет. Давайте Ирину послушаем из Риги. Ирин, слышите ли вы нас? Доброе утро. Доброе утро. Здрасте, здрасте. У меня такой вопрос. Евро – единая валюта всех еврострад. Но на монетах разная символика. Не будет ли с этим путаница в торговых местах и должны ли принимать эти деньги? Да, спасибо большое. А вот если я 1 января приду и буду наличными расплачиваться двухевровые монеты, полученные в Германии или выданные Центробанком Австрии, примут? Да, никакой проблемы. А если кассир привыкла к тому, что там должна быть девушка латышская изображена, а там немецкий орел? Не может такого быть. Евро есть евро. Ну а монеты-то отличаются? Да, отличаются. Они разного. Так же, как и латы были, с разной символикой. Ну, там же разные были картинки. А также и евро. Ну, евро, оно и есть евро. Помимо коммерческих банков, стартовые комплекты еще и в отделениях почты с сегодняшнего дня начинают распространяться. А почему? Просто у коммерческих банков сеть покрывает не всю территорию страны, получается? Ну, конечно, это для удобства людей, чтобы было больше мест, где можно или приобрести этот комплект, или потом поменять латы. У вас больше работы будет, как у комиссии по надзору за рынком финансов и капитал в связи с введением евро? Или это всего лишь номинал валюты и цифры другие? Ну, это разовое мероприятие, где вот сейчас эта работа чувствуется, а с 1 января практически, когда перейдем на евро, уже это будет прошедший этап. Александр из Риги звонит нам. Александр, слышите нас? Доброе утро. Я слышу. А теперь давайте говорить, мы тоже вас слышим уже. Да. Я бы хотел спросить, а что будет тогда с нашей валютой? С латом. Что будет с латом? С той же амадной массой денег, которые, ну, остаются. Да, спасибо большое. Александр. Это компетенция Банка Латвии. Наверное, будут какие-то производиться, есть какие-то специальные планы, что делать с этой валютой, и какую-то часть сохранить, или потом как-то она будет ликвидироваться. Но, в принципе, лат всегда можно будет увидеть, я понимаю, в музее Банка Латвии, как историческая валюта. И некоторые коллекционные монеты можно будет привезти за евро. Да, конечно. А вот, кстати, хороший вопрос, на который я вот так ответа нигде не получил. Почему Германия сохранила дейч-марки все? Ну, кроме совсем там обтрепанных купюр, но Германия хранит немецкие марки, а Латвия уничтожает даже физические купюры и переплавляет монету Латвии. Ну, это вопрос к Банку Латвии, наверное, почему такое решение принято, а Германия, ну... Ну, почему-то сильный такой мощный игрок, как Германия, она все-таки вот на всякий случай пусть полежит, коже не будет. Ну, во-первых, это затраты. Наверное, страна может себе позволить... Затраты на хранение? Ну, конечно, да, наверное, страна может себе позволить хранить. А для чего? Ну, я не могу ответить на этот вопрос. У нас, если я расслышал, есть звонок. Если нет, я напомню, что 830-255, это телефон прямого эфира. Ну, кроме того, вы участвуете в онлайн-опросе, количество желающих присоединиться к рублевой зоне чуть-чуть растет. Как вы думаете, почему такое большое количество, собственно, я и вашей предшественнице в этом прямом эфире этот вопрос задавал, людей, которые с опаской и осторожно смотрят на переход Латвии в зону евро? Потому что опыт был... Ну, меняли, помните, там, Павловские 100-рублевки, потом был переход советских рублей на латвийские рубли, репшики в народе, потом на латы. И народ... А бабушки наши помнят еще реформу 61-го года. То есть народ очень-очень недоверчиво относится к очередной смене денег. Что-то там не так. Что-то они там наверху придумали. Ну, думали на эту тему? Ну, конечно. Ну, и почему? Ну, я думаю, это действительно субъективно. Любая перемена вызывает такое опасение, да, неясность какая-то. И, наверное, любому человеку, думая об этом, ну, есть какие-то опасения, да, притом, правильно вы сказали, до этого опыт у нас был и не очень хороший тоже. Марина из Риги присоединяется к нашей беседе. Марин, слышите нас? Да, слышите. Доброе утро. Здравствуйте. Хорошего вам дня. Скажите, пожалуйста, вот сейчас мы комплект первоначальный получим бесплатно, да, то есть бесплатно будут заниматься налоги. А потом, когда мы будем латы менять на евро, нам придется платить кассовый налог вот этот за операцию кассовую в банке или на почту? Кассовый налог-то называется? Ну, да, операция. Да, спасибо большое. Это комиссии называется, но в данном случае, в соответствии с законом по переходу на евро, не имеют права банки или почта брать какую-либо комиссию. Смена лата на евро будет происходить по установленному курсу без взимания, ну, всякой комиссии. Навсегда, на веки вечные? Да, 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 да. Сначала это будет почта, банки, потом это останутся только банки. Полгода, и потом в банке Латвии это в неограниченном времени можно менять. А назад евро на латы поменять можно будет? Ну, не коллекционные, а вот простые, обычные. А как латвии? Их нет больше. Ну, как нет, я бы уже сказали, в музее всегда все есть. Ну, там не меняют, не меняют, там показывают. 830-255, телефон прямого эфира. Банки, каждый банк, правда, по-своему, свою цифру называл, ну, что понятно, у одного сеть больше, у другого сеть меньше, филиалов и так далее. Ну, это же безумно дорогое мероприятие для страны, там, в общем, миллионами латов, десятками исчисляется. В целом, комплекс всех мероприятий перехода с одной валютой на другую. Зачем? Вот это же дорого. Это же очень дорого. Там даже один банк сказал, там, 15 миллионов ему это стоит. 15 миллионов латов, это же, не знаю, там, половина годового бюджета даугу впился без дотации. Ну, это общее решение правительства, общее решение страны, вступление в еврозону, соответственно, смена валюты. Это не связано с отратами отдельных институций по смене этой валюты. Это общее решение политическое. А, кстати, вот как вы ответили на вопрос из предыдущей части, это чего больше, политики или экономики в этом решении? Вот вы сказали политическое, но а чего больше? Ну, экономическое тоже, наверное, политическое, вступление в еврозону, экономическое, это свои известные преимущества, вступление в еврозону и расширение возможностей экспорта, и единая валюта. Наверное, это тоже даст какие-то экономические плюсы. Ну, это не наша компетенция, это, наверное, другого министерства, может быть, и может больше. Давайте Ларису послушаем из Даугавпилса, только я сказал про годовой бюджет второго крупнейшего города, как город, и позвонил Ларису из Даугавпилса. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, Ларис. Давайте говорить, а потому что эфирное время идет вперед. Такой вопрос. Мы теряем такой у нас лат, это крепкая валюта, но этим самым мы еще, наверное, больше теряем самостоятельность в Латвии, или как вы думаете? Спасибо. А теряем ли мы самостоятельность страны, отказываясь от национальной валюты? Ну, я бы так не говорила. Почему? Ну, потому что это не связано с самостоятельностью страны. Мы такие же самостоятельные, экономика также самостоятельно развивается, просто это, как бы, мы входим в еврозону, и, как я еще раз говорю, у нас появляются, наоборот, больше возможностей полноценными быть членами этой еврозоны. Ну, смотрите, а объявить Латвия войну Германии, ну, может быть такое, теоретически? Теоретически, да. О, может быть. И что же мы будем воевать с ними и одинаковые валюты рассчитываться? Ну. Ну, и как? Очень многие спрашивают, что будет с банкоматами, не сойдут ли они с ума, это такая квинтэссенция народного вопроса. Ну, что правда, во-первых, банкоматы минимум на 30-40 минут будут отключены вообще для технического перехода. Во-вторых, есть все-таки ажиотаж, человек, ну, так-то снимает часто, и иногда в торговых центрах уже не хватает своих купюр уже сейчас, в выходной день, когда люди латы там снимают семью, идя куда-то. А тут нужно специально снять евро, допустим, для тех торговых точек, где нет посттерминалов, где там только наличными, там, в киоске какому-нибудь можно заплатить. Ну, и что будет с бедными банкоматами, бедных коммерческих банков, несчастных? Ну, я надеюсь, что с банкоматами ничего плохого не случится, потому что у банков есть специальные планы, банки разрабатывают мероприятия, как более удобно для населения и технически правильнее перейти на евро. И да, конечно, нужно понимать, что это только машина, и нужно эту машину перезагрузить с латов на евро. И, конечно, будет какой-то момент, когда банкоматы, любой банкомат не будет работать. По планам банков, это, как вы правильно сказали, где-то примерно до часа, может быть, после полуночи, через час, планируется, что 99% всех банкоматов будет работать. Не будут работать только те банкоматы, которые, в принципе, находятся в закрытых помещениях и так и так недоступны населению в выходные. То есть переход на евро испортил Новый год всем инкассаторам, всем... Да, работать будут все. Но что я хочу подчеркнуть, что для того, чтобы перезагрузить банкоматы, конечно, нужно время. И это будет время не этот час после Нового года. Поэтому нужно брать внимание, что уже начиная с 30 декабря и 31 декабря постепенно будут часть банкоматов отключаться и перезагружаться. Поэтому, если мы идем куда-то в магазин и видим банкомат, который не работает 30 или 31 числа, не надо паниковать. Это все в соответствии с планом, все происходит так, как надо. Ну, и мы перезагрузили уже 30 декабря, а он же не будет 31 евро выдавать, правильно? Нет, нет, да, конечно. То есть он будет, значит, не работать до 1 числа? Да, будут неработающие банкоматы. И поэтому, конечно, желательно свои потребности, наверное, оценить и все-таки иметь какую-то тоже и наличные деньги. Ну, карточками рассчитываться можно будет все время, беспрерывно. Но иметь все-таки какую-то наличность, например, если кто-то на базар едет покупать продукты перед Новым годом, потому что может возникнуть такая ситуация, что необходимы наличные деньги и, например, ближайший банкомат не работает. Это вызовет, конечно, какое-то неудобство, но надо понимать, что это технические вещи, которые, ну, их нужно сделать, этот процесс нужно пройти. Последний звонок в этом эфире, прямом нашим Мария из Елгова. Мария, слышите ли вы нас? Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. У меня, в общем-то, не столько вопрос, сколько, может быть, ну, в общем, отлаты, это последнее, что могли сделать, избавиться отлаты. Потому что продали, разорвали все, разобрали, ну, ни на что. Потом еще на прошлую тему, на предыдущую, я не могла просто до вас зазвониться по поводу Домбровскиса. Когда он объявлял о том, что он уходит с поста премьера, ручки, ножки дрожали, губки подергивали. Ой, не знаю, ножки не показывали. Как будто бы то горе, которое, то, что он уходит с поста, это большое горе, а не зоны ТОДЭ. Да, спасибо вам большое. Вот не знаю, где вы видели дрожащие ноги премьера-министра? Не показывали ноги тогда во время его заявления об отставке. Спасибо вам большое. Очень огромное количество людей все-таки скептически смотрят и жалко им, что не будет больше латов. Вот скажите им в последние 30 секунд нашего прямого эфира какие-то слова, чтобы они перестали быть скептиками и поверили в евро хоть на толику больше. Я думаю, что поверить или не поверить, это будет жизнь после 31 декабря. И мы все увидим, что, наверное, все-таки это не так страшно, как некоторым может быть кажется. А я хочу просто пожелать людям хорошего, приятного Нового года, встретить Новый год в кругу своих друзей и близких. И не думать очень много о переходе на евро, потому что это будет сделано, работает большое количество специалистов на эту тему, и все будет хорошо. Спасибо вам большое. Это Елена Лебедева и прямой эфир Первого Балтийского канала. Я прощаюсь, а впереди новости.